Нужны ли столики в пекарне? В прошлом видео мы с вами проговорили о том, нужен ли бариста, и пожелание иметь столики в своей точке высказывает достаточно много будущих собственников в пекарне. Поэтому решил разобрать этот вопрос и посвятить целую главу книги о том, как открыть пекарню. Итак, давайте несколько акцентов сделаем. Вначале вспоминаем, что у нас лоукост-сегмент, у нас достаточно много клиентов, 200-400 человек. Каждый день покупают у нас выпечку, поэтому достаточно короткое время уделяется клиенту. Полторы минуты, как мы разобрали в прошлом видео. И отсюда вывод, что нам выгоднее, чтобы клиент зашел, купил и ушел. То есть пекарня это to go. Зашел, купил, ушел. Все. Но иногда все-таки будущие собственники думают, что столики нужны, там будут люди сидеть, и это будет выгодно для пекарни. Чтобы понять выгоду, давайте считать. Будет много цифр, поэтому либо вслушивайтесь, либо проведите собственный расчет. Сколько займет у нас один столик квадратных метров? Примерно 4. Я буду постоянно заглядывать в свои цифры, чтобы не считать это заново, а просто их озвучивать. 4 квадратных метра нам нужно для того, чтобы разместить столик и 2 стульчика. Сколько у нас арендная плата? Примерно 2 тысячи рублей за квадратный метр. Это нормальная арендная плата для пекарни. То есть 8 тысяч рублей в месяц у нас будет уходить на содержание данной площади под столик. Дальше. Сколько у нас должна быть выручка, чтобы окупить? То есть выйти в ноль по этой площади. Рентабельность обычно 25%, то есть мы берем 8, умножаем на 4, это 4 как раз 25%, и получаем, что нам нужно сделать 32 тысячи выручки в месяц, чтобы окупить столики. Дальше. В принципе 32 тысячи это не проблема, но мы же хотим окупить именно столики, то есть именно столики нам должны принести нам эти деньги. Введем расчет дальше. 32 тысячи, имея средний чек 100 рублей, мы получаем 320 чеков в месяц мы должны получить от клиентов, которые сядут за наши столики. Дальше. Сколько за столиком люди проведут времени? Примерно 20 минут. То есть 320 человек, купившие у нас выпечку и севшие за столик, умножаем на 20 минут, и мы получаем 6400 минут. Делим на 60 минут, чтобы вычислить сколько это часов, и получаем 106 часов. В календарном месяце у нас примерно 30 дней, поэтому мы 106 часов делим на 30 дней, прошу прощения, и получаем, что каждый день у нас 3,5 часа столик должен быть занят клиентом для того, чтобы выйти в ноль. То есть если у вас идет простой столик, то есть меньше чем 3,5 часа он занят клиентами, то вот эта площадь у вас не в плюсе, не в нуле, а в убытке. Делайте вы выводы сами, сколько у вас реально будет людей сидеть за этим столиком. Что вы можете сделать? Вы можете поехать конкурентом, либо в другой город, посмотреть на другие пекарни со столиками, и посмотреть, сколько же реально там люди сидят. Если больше чем 3,5 часа в день, то, наверное, это ноль. Но это ноль, это не прибыль. А давайте мы предположим, что нам нужна прибыль. Так, у нас рентабельность 25%, мы понимаем, что выйти в ноль у нас 3,5 часа. Давайте мы умножим на 2, то есть 7 часов у нас каждый день будут сидеть клиенты. Что на выходе мы получим? Мы получим 8 тысяч прибыли в месяц, при учете того, что у нас 7 часов в день сидят люди за этим столиком. Но мне кажется, это практически нереально. То есть вот это желание поиметь столько в своей пекарне, это в лучшем случае ноль. В худшем случае убыток, ну и в каком-то нереальном стечении обстоятельств это плюс. С моей точки зрения и как показывает опыт, пекарня это все-таки to go, то есть пришли, купили и ушли. А столики это история, когда у нас слишком много места и чем-то нужно его занимать. Барной стойки на самом деле в подавляющем большинстве случаев достаточно. Про столики можно вести речь больше в прогулочных зонах, но и опять же там история больше про то, чтобы люди зашли, купили и ушли. Если у вас есть кондитерка, то столько действительно может вам пригодиться, но опять же надо считать экономику. И сейчас вспомнил одно высказывание ресторатора. Не делайте очень комфортное кресло для посетителей. Клиент может от этого засиживаться. То есть даже в рестораторском бизнесе, именно в ресторанах, кафе больших, не очень выгодно, когда люди подолгу сидят. Выгодно, чтобы люди пришли, заказали, быстро поели, ушли и освободили место для новых. Все, что вы хотите у себя в пекарне, всегда нужно пропускать через призму потенциальной прибыли, либо потенциального убытка. Да, есть какие-то маркетинговые штуки, есть какие-то вещи, которые влияют на уют, но и они тоже просчитываются. Я думаю, на этот вопрос я ответил, а нужны ли столики в пекарне. И можно переходить к следующим главам. Если вам это видео понравилось, ставим лайки, комментируем обязательно, подписываемся. И, друзья, до новых встреч. Всем пока.